Сейчас я буду выкраивать вторую часть вот такую. В цеху кипит работа. Наталья Давыдова выкраивает подушку. На Руси такое декоративное изделие ласково называли «Думочка». Обычно хозяин подкладывал ее под щеку или накрывал ухо, чтобы расслабиться, отвлечься от внешнего мира и уйти в мир Дум. Наталья рассказывает, нужно успеть изготовить 25 изделий. Уже 1 декабря они отправятся в Самарский областной геронтологический центр. Они небольшие, размер вы видите, мы выкраиваем где-то 20 на 25, чтобы удобно было сидеть. То есть это как бы нам неотъемлемая часть сейчас, нашим пожилым людям, помощь, потому что оказывается благоприятно действуют они, когда они очень красивые, нарядные мы приносим. Каждый волонтер как звено одного большого механизма. Кто-то занимается выкройкой, кто-то прошивает изделие, а кто-то наполняет его синтепоном. Подушка рождается за полчаса. Хочется сделать добрые дела. Все по зову сердца сюда приходят для того, чтобы не только общаться. Конечно, общение между серебряными волонтерами – это тоже важно. Но еще когда доставляешь радость другому человеку, ты видишь, что это востребовано, нужно, это придает сил, есть отдача, то есть обратная связь. Волонтеры говорят – равнодушных нет. Стараются помогать и обычные люди. В цех несут различные материалы, которые могут пригодиться в работе. Ткань, нитки и пряжу. А для того, чтобы начать, не нужно особых навыков. Достаточно иметь свободное время и желание помочь. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События.